Привет! Наш сайт выглядит очень и очень просто. В этом видео мы добавим стили Bootstrap 4 к нашему сайту. А перед просмотром видео я хочу посоветовать вам сайт itbroker.com. На этом сайте вы найдете полный видеокурс с домашними заданиями, готовым кодом и много другой полезной информацией. Ссылка на этот урок будет в описании к этому видео. Прежде чем добавлять стили к сайту, давайте сделаем главную страничку. Дело в том, что у нас она просто сейчас главная страница и на ней ничего нету. Но давайте сделаем так, чтобы на ней отображались все посты, которые у нас есть в базе данных. Что для этого необходимо сделать? Нам необходимо зайти изначально в PostController, то есть наш основной контроллер. И здесь прописать новую переменную, которая у нас называется будет Post. И дальше мы используем нашу модель, которая также называется Post. И здесь вместо find мы используем уже метод all, который вытащит нам абсолютно все статьи из нашей модели. То есть абсолютно все. В нашем случае сейчас только лишь одна есть статья. Сохраняем это все. Далее переходим в индекс html.erb. И здесь мы пропишем, например, уже пускай здесь будет действительно огромный заголовок, пускай первого уровня будет заголовок. Здесь пропишем все наши посты. Вот так пускай будут. И тут, соответственно, просто будем через цикл перебирать все посты и выводить их при помощи всего лишь двух html тегов. Это заголовок и небольшой кусочек текста. Вот и все. Итак, что для этого нам необходимо сделать? Мы прописываем знак меньше, знак процентов. Причем знак равенства не указываем, потому что знак равенства указывается лишь тогда, когда мы хотим вывести какую-то информацию. А сейчас мы хотим просто создать цикл. Соответственно, здесь прописываем пост. Дальше мы указываем each. То есть мы перебираем их все. Указываем do. Ну и, в принципе, здесь стандартный синтаксис языка Ruby. И указываем просто перемену, через которую мы их будем все перебирать. Ну, в нашем случае это пускай будет переменная post. Можете назвать ее как угодно. Вот. Далее закрываем наш сразу цикл. Чтобы это потом не забыть сделать. И здесь просто выводим все необходимые нам данные. H3. И пускай еще здесь... Ну ладно, то чуть позже. Абзац чуть позже пропишем. Вот. Здесь мы просто выводим, соответственно, пост. Ну, то есть через нашу же переменную post. Выводим title. И закрываем это все. Вот. А здесь мы это все скопируем. И будем выводить еще... В нашем абзаце просто будем выводить весь текст статьи. То есть, post body. И прежде чем все сохранить, поскольку я думал, что мы передаем... Ну, ошибся. Думал, что мы передаем переменную post. Вот. А мы передаем переменную просто post. То, соответственно, здесь, либо же, наоборот, в post controller мы должны поменять название переменных таким образом, чтобы они, конечно же, соответствовали. Эти обе перемены, конечно, у нас должны быть одинаковые. Потому что мы передаем переменную, которая... Ну, то есть, переменную post, которая в себе вмещает абсолютно все посты, которые у нас есть. И здесь же эту переменную мы перебираем. То есть, это у нас как массив, который мы перебираем. Соответственно, конечно же, необходимо, чтобы названия были одинаковые. Иначе у вас будет вот такая вот ошибочка. Но мы еще раз перезагружаем нашу главную страничку, и у нас теперь уже выводится все верно. У нас выводится заголовок, а также просто наши статьи. Вот, например, первая наша статья. Теперь, наконец, приступаем к добавлению стилей, потому что сейчас выглядит это все не очень хорошо, но сейчас мы это все изменим. Мы будем использовать специальные стили от Bootstrap, причем четвертой версии. Добавим шапку, добавим красивые посты, и все будет уже лучше. Чтобы добавить стили Bootstrap к нашему сайту, мы должны перейти на Bootstrap CDN. Ссылка на этот сайт будет в описании к этому видео. Здесь вы просто копируете CSS файл, то есть путь к нужному нам CSS файлу. Соответственно, копируем его, и далее мы заходим в Views, дальше в Application HTML, и здесь нам необходимо прописать новый путь к нужному нам CSS файлу. Соответственно, здесь они и так уже у нас как бы прописаны, вот, например, один из них такой прописан. Но мы его просто скопируем, и еще один добавим CSS файл. Единственное, здесь написано Application, я еще раз просто скопирую, и вставим уже вместо Application путь к нашему Bootstrap файлу. По сути, после этого у нас все должно работать, потому что в этот файл, вот сюда у нас встраиваются все наши остальные шаблоны. Index, New, Show и тому подобные все остальные шаблоны. Обновляем страничку, и мы видим, что действительно у нас уже все работает, потому что уже поменялись у нас стили к нашим заголовкам, а также к нашему тексту. Теперь нам необходим сам Bootstrap. Ссылка на этот сайт будет в описании к этому видео. Здесь вы переходите, нажимаете Get Started, дальше Examples, и далее выбираете любой шаблон сайта. Нам нужна лишь шапка, я хочу ее скопировать, чтобы не писать вручную. Соответственно, выбираем, например, шаблон, который называется Pricing, и здесь нажимаем правой кнопкой мыши и посмотреть код страницы. Вот, просмотр кода страницы. Здесь же я копирую лишь шапку, а вот она у нас получается вверху, ее мы копируем, и ее вставляем непосредственно вот здесь, в Body, то есть это наш application HTML, в Body перед тем, как мы будем добавлять сам шаблон. То есть ниже у нас шаблон будет, а здесь у нас будет сама шапка. Давайте уже протестируем, посмотрим, вот эта шапка у нас здесь и добавлена. Все работает верно. Теперь немного поменяем саму шапку. Для этого мы прописываем вместо company name ITproger, к примеру, пускай так будет. Font weight мы указываем не normal, а bold, чтобы он был жирным шрифтом. Вот, соответственно, здесь у нас так теперь и прописывается. Кроме того, мы удаляем несколько ненужных нам ссылок, оставим лишь одну ссылку. При этом ссылки в Ruby on Rails добавляются немножко по-другому. То есть они добавляются не через тег, через тег A, а через специальный синтаксис. Соответственно, вместо тега A мы здесь поставим span, установим тот же самый класс, мы его менять не будем. Атрибут href мы удалим, удалим также подпись и здесь закроем это как тег span. Вот таким образом. Теперь пропишем непосредственно саму уже ссылку. Как она прописывается? Прописывается через специальный синтаксис. Мы пишем, что мы выводим что-либо. Дальше мы пишем link to. В качестве первого параметра мы указываем текст, который будет отображаться. Это главная страница, к примеру, страница. А в качестве второго параметра мы указываем, получается, саму ссылку. Причем они здесь довольно-таки интересно указываются. То есть мы укажем с вами здесь home pass. Home pass это как раз, ну и все закроем. Home pass это как раз переход на главную страницу. При этом оно у нас не сработает, потому что у нас как бы не указан этот псевдоним для главной странички. Соответственно, нам еще необходимо зайти в roads и здесь указать s и указать, что это как home. То есть это у нас получается наша главная страничка. s home. Вот, именно не home pass, а просто home. Ну, то есть мы говорим о том, что это главная страничка. Теперь же, когда мы здесь пишем home pass, это просто как бы переход. То есть это тот суффикс, который говорит нам о том, что это как бы ссылка. Вот, а обсылаемся мы именно на home, то есть на главную страничку. Вот такая здесь, в принципе, логика. Далее, также здесь мы пропишем тоже span. Здесь также пропишем span. Вот, соответственно, href мы удалим. И здесь у нас мы можем скопировать то же самое, что было здесь. Здесь единственное, что это уже будет добавление статьи. И здесь мы указываем уже с вами следующее. Здесь мы должны указать new, дальше post и дальше past. То есть мы, получается, переходим на страничку new. Ну, то есть мы переходим на post new. Вот так это можно объяснить. На вот эту вот страничку, на вот эту вот ссылку. Соответственно, сохраняем это все, обновляем. И видим с вами вот следующее. Давайте нажмем... Кстати, это не особо красиво выглядит. Давайте, наверное, еще буквально секундочку просто заберем отсюда стили и перекатим их сюда. Вот. И таким образом у нас две одинаковые ссылки, что выглядит уже лучше. Итак, добавление статьи. Бац, post, new. Все работает верно и красиво. Главная страничка. Опять-таки все переходит. Единственное, что у нас теперь все еще очень прижато к началу странички. Поэтому тоже давайте к этому добавим стили. Для этого мы используем gif. Класс у него будет container. Вот. И в него мы помещаем все содержимое нашего вот этого yield. Ну, то есть, по сути, весь тот шаблон, который мы будем передавать. Обновляем это все. И вот оно у нас уже совсем не прижато к началу странички. Добавление страницы тоже самое у нас. Все уже выглядит хорошо. Сейчас и сюда добавим тоже стили. Единственное, что давайте мы добавим еще одну ссылку. А то что-то я про нее забыл. Это ссылка на страничку про нас. Вот. И, соответственно, здесь что мы прописываем? У нас здесь есть аббревиатура. Вот. А, нет. Мы ее не прописали, кстати. Здесь также просто пропишем about. Вот, чтобы мы могли ссылаться. И если мы прописали as about, то, соответственно, здесь мы можем просто прописать about, нижнее подчеркивание, pass. То есть, pass это именно путь. Как бы, да. Вот. А здесь мы указываем, к чему мы обращаемся. Вот. Здесь мы не прописывали вот эти вот as. Вот здесь вот для постов мы не прописывали вот это вот все as. Почему? Потому что resources это уже все создает за нас. Поэтому нам это не надо прописывать. Вот. Поэтому еще раз обновляем. Заходим на страничку про нас. И у нас и эта страничка тоже работает. И главная страничка. И вообще все странички работают. Давайте, наверное, еще одну страничку, один пост добавим. Чисто, чтобы еще проверить, что у нас все статьи выводятся. И потом добавим еще стили для добавления статьи. Так вот, текст статьи у нас будет следующий. Просто статья, чтобы была. Ну, пускай вот такая будет у нас статья. Бац, у нас вторая статья добавлена. Переходим на главную страничку. И у нас мы видим, что действительно есть уже две статьи. Первая статья и вторая статья. Вот. Теперь же даваем еще стиль к формочке для добавления статей. Для добавления стилей к форме мы заходим в шаблон new.html.erb. Соответственно, там, где у нас как раз есть формочка. И здесь прописываем следующее. Во-первых, мы это все теперь берем в такие круглые скобки. Потому что у нас теперь будет несколько здесь параметров. И, соответственно, прописываем через запятую второй параметр. Поскольку это объект, то мы его еще в фигурных скобках записываем. И да, в начале двоеточие указываем. Вот. И здесь для него указываем значение. В качестве значения у нас идет класс, который называется formControl. Это специальный класс, который предназначен как раз для работы с текстовыми полями. Вот. Здесь, соответственно, то же самое. Единственное, я прям все скопировал. Поэтому здесь поменяю на body. То же самое. FormControl. Поэтому ничего здесь не меняем. Вот. И здесь, в принципе, опять-таки то же самое. То есть это идет, поскольку здесь нет какого-то дополнительного параметра, как title или body, то здесь мы просто передаем объект. Это класс. И здесь мы указываем ему другое значение. Это button. Button. Например, success. Пускай у нас она такая вот будет. И обновляем это все. И вот наши поля уже готовы. Выглядит это уже намного круче, нежели выглядело до этого. И наш сайт уже вообще обрел новый взгляд. Ну что же, а на этом все. Наш видеоурок подошел к концу. В этом видеоуроке мы научились добавлять статьи на главную страничку, а также добавили стили к нашему сайту. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока.